Ученик 28-й школы Вадим Драгушан завоевал золотую медаль на первенстве Европы по греко-римской борьбе среди спортсменов до 16 лет. Оно проходило с 6 по 9 июля в Венгрии. За последнее десятилетие это первый люберецкий борец, которому удалось выиграть соревнования такого уровня. Подробнее расскажет Богдан Колесников. Александр Алексеевич, вернулся с первенства Европы, не с пустыми руками. Молодец, поздравляю. Желаю дальнейших успехов. В первый соревновательный день Вадим Драгушан победил спортсменов из Болгарии и Грузии, завершив поединки досрочными техническими победами. В полуфинале со счетом 6-0 взял верх над спортсменом из Азербайджана и вышел в финал. В поединке за золото борцу хватило 1 минуты 5 секунд, чтобы положить на лопатки своего оппонента из Армении и занять высшую ступень пьедестала. Я не ожидал того, что я в свои 14 лет выиграю первенство Европы. Самая тяжелая, наверное, была полуфинальная встреча с азербайджанцем. Он был более физически крепким. Благодаря тому, что меня подготавливал мой тренер, я выиграл эту схватку. Родители поддержали меня, сказали, что поздравляют. Очень рады за меня. Несколько дней передышки и Вадим, на равных с другими воспитанниками секции греко-римской борьбы, приступает к тренировке. Каждая начинается с разминки. Бег, акробатические элементы, упражнения на борцовском мосту для развития координации. После борцы отрабатывают технику и тактику борьбы. Часть какая-то на отработку приемов, совершенствование приемов различных, потому что в борьбе очень много приемов. В общем, море. Один прием можно в 20 вариантах сделать. Не каждому дано быть чемпионом. Во-первых, это желание самого спортсмена. Если у ребенка есть природные данные, они сыграют ему в плюс. Но это все равно, в первую очередь, желание, стремление, характер, что ты хочешь побеждать. И готов ты побеждать. Через что ты готов пройти для того, чтобы добиться этой победы. Один из таких – Вадим Драгушан. Турнир за турниром борец завоевывал медали региональных и всероссийских соревнований. Трижды за полгода выполнил норматив кандидата в мастера спорта и вошел в состав сборной команды России среди юношей до 16 лет. Он – единственный борец от Московской области, кто отправился на первенство Европы. В начале года вообще, как планировалось, что он будет выступать в весовой категории 75 килограмм. Но мы это запланировали. В течение года вес чуть-чуть подрос. Мы приняли решение перейти в 85. Соперников особо 85 не знали, на 75 готовились. Но получилось так, что он Московскую область прошел, Центральный федеральный округ прошел, первенство России прошел. Ни одного балла не отдал соперник, все встречи выиграл досрочно. Сейчас люберецкие борцы готовятся к новому спортивному сезону. А Вадим Драгушан усердно тренируется, чтобы защитить честь люберец и Московской области на Кубке России по греко-римской борьбе, который пройдет в сентябре. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.